В России стартовал осенний призыв. Всего на службу планируют набрать более 130 тысяч человек. Событие, казалось бы, рядовое. Однако в свете последних событий призыв 2024 станет самым опасным за всю историю РФ. Путин, подписывая указ, как и раньше, заверил россиян, что срочники не попадут на войну. В зону СВО отправлять не будем, гласит указ бункерного. Однако как быть, когда СВО уже в самой России? То есть фактически отбывая службу в РФ, никто из нового призыва не застрахован от того, что его отправят отбивать, скажем, суджу. То есть фактически пошлют в бой. Второй момент – это возможности ВСУ, которые растут месяц за месяцем. Нашими беспилотниками уже уничтожались объекты за полторы тысячи километров от фронта и выше. Так что служба в нескольких сотнях километров от Украины для всех, кто может там оказаться, становится смертельно опасной. Я думаю, что какая-то часть срочников может попасть легко под удар украинской системы. Не важно, самолетов запущенных, земли запущенных или каких-то беспилотников. То есть это такая штука, от нее никто не защищен. Отдельной строкой идут оккупированные территории. Их Россия считает своими. И туда военных также отправляют на срочную службу. Где, находясь возле военных объектов, они также становятся потенциальными целями. Если мы говорим за кассетные боеприпасы, например, если Украина отправляет кассетные боеприпасы по каким-то объектам, где-то глубоко в тылу, прилет может быть. Опять же, если контракты, если срочники находятся в Донецке, в Луганске, в Запорожской области, там, где Россия считает своими, отправляют туда. Крым, конечно, тоже есть большие риски. Они могут, допустим, участвовать в охране тех же важных объектов, которые сейчас подвергаются ударам вооруженных сил Украины. Тех же Арсенал, Играу, ну и любые военные объекты. И тут все это может возрасти с дальнейшим получением Украины возможности бить на дальнее расстояние, в том числе и с использованием вооружений, поставленных нашими партнерами. Не стоит забывать и о мощнейшей пропаганде в войсках переходить на контракт. И нередко выбор этот добровольно принудительный. Ведь уже с первых дней пополнения командирам ставится задача определенный процент срочников перевести в разряд наемников, чтобы не ехать на фронт самим. Практика говорит о том, что срочников можно переворачивать и превращать их в контрактников. То есть, в принципе, ничего не запрещает. Кремлю власти уговорами, угрозами, обманом этих вчерашних пацанов, вчерашних школьников заставить подписать контракт, стать контрактником и поехать на линии розыграничения. А последние данные свидетельствуют о том, что эта практика продолжится. Ведь предыдущие темпы набора по 30 тысяч контрактников в месяц упали почти втрое. Есть данные, что за первое полугодие смогли записать на контракт порядка 136 тысяч. И это существенно меньше тех показателей, которые сейчас имеются по уничтожению российских оккупантов. Однако строить иллюзий не стоит, считают аналитики. Призыв в России запланирован и пройдет. Недобор, который там происходит каждый год, повторится и в этот раз. Однако на общую картину существенно это не повлияет. Здесь я не думаю, что соберут ровно 130 тысяч. Вполне возможно, какой-то процент провалится. Трудно сказать, это будет 10% или это будет 17%. Чего-то не доберут, но в принципе план должны сделать. Другое дело, что качество этого плана с каждым разом все ниже. Воевать эти люди просто не способны. Да и слово дисциплина им вряд ли знакомо. А это ведет к еще большему разложению российской армии. Времена, когда под погоны шли наименее состоятельные люди, в РФ никогда и не заканчивались. А с сегодняшними перспективами откосить попробуют все, у кого на это есть хоть малейший шанс. Поэтому кто там окажется и как они будут служить, понятно уже сегодня.